Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим с вами об июльских посевах. Да-да, июльские посевы. У нас уже выкопан ранний картофель, убрана ранняя капуста, копаем озимый чеснок, площади освобождаются. Конечно, если у вас земли достаточно и много, посеете на эти места седираты, чтобы потом на следующий год посадить новые культуры. Ну, не у всех есть такие возможности. У кого-то участки маленькие, они порой обходятся пару градок, поэтому седираты было бы неразумно. Поэтому произведем посевы. Ну, значит, посевы, если вообще полностью говорить о посевах, надо отличать. То в закрытом грунте мы также можем заниматься какими-то посевами, а посадками. В закрытом грунте июль месяц, это если у вас обогреваемая теплица, время высадки на осенний оборот и для использования свежего виде на засолку, огурца и также помидоры для того, чтобы они плодили до самого Нового года. Это в теплицах. На улице ассортимент культур очень большой. Многие наши, как бы, огородники просто не знают, что июль месяц – это самое хорошее время для посева многолетних овощных культур. А многолетние овощные культуры – это и знакомый нам шавель, это ревель, спаржа, многолетние луки, и слезун, и душистый, и батун. Все эти луки мы высеваем, если они посевы в июле, уже в следующей весной, в следующем году можно будет собирать урожай этих растений. Точно так же можно посевить петрушку. Первые листики вы соберете в сентябре, а уже на следующий год, с самой ранней весны, вы сможете опять собрать листья вашей петрушки. Ну, кто выращивал фенхель, знает, что эта культура не так легка, как это кажется. Культура очень такой ароматный, напоминает укроп, и уже полюбилась снухи нашим огородникам. Но вот беда – высевают ее, как положено весной, а он за зиму умерзает. Так вот, посейте фенхель в июле месяце. Посейте в июле месяце, он у вас никогда не вымерзнет, он станет у вас новолетним растением. Он благополучно перезимует, на следующий год он начнет расти, цвести и окрепнет, но он сохранится при этом в сроке посева. То, что так же, в эту пору, в июле месяце, можно высевать корнеплоды. Ну, конечно, редисы, всевозможные, и округлой формы, и с длинным корнеплодом. Любые редиски можно высевать в июле месяце. В это время они все пойдут в корнеплод, а не в ботву. Так что день укорачивается, это то, что надо для этой культуры. Точно так же, после озимого чеснока, например, многие высевают столовую свеклу. Ну, столовая свекла, которая высевается в июле месяце, она, конечно, не предназначена для зимнего хранения. Ее выдергивают с ботвой и делают различные ботвы, нищие в сентябре-октябре месяце. Потому что корнеплоды как бы вырастают, ну, они быстро варятся, ну, а лежать они не будут. Так что знайте это. Такая свекла, соответственно, планирую посадки, знайте, сколько вы можете употребить в пищу. Ну, они засевают слишком много, потому что она быстро гранит, потом, после уборки, ее придется просто-напросто выбросить. Поэтому не создавайте себе лишних проблем. Сразу планируйте, сколько чего надо. Далее, следующее, что можно еще вырастить, и не поздно, это пекинская капуста. Можно посеять пекинскую капусту, можно посеять цветную капусту. Конечно, в открытом грунте эти культуры уже не вырастут, но их можно дорастить, потом дорастить это даже в подвале, и вы будете иметь головки цветной капусты, качанчики пекинской капусты, вы будете и в сентябре, и в октябре, и в ноябре даже иметь, то есть их на доращивание. Ну, если без доращивания, знайте, что июль месяц очень хорошая пора для посева различных зеленых. Это и укроп, это и кинза, это различные салаты, это та же и рукола, любимая нами, и кервель, и шпинат. Ну, и, в общем, почти все культуры, которые зеленые, все можно высевать в июле месяце. Июльские посевы, то есть это самые летние посевы, имеют одну интересную особенность. Значит, почва в эту пору, как бы, часто бывает сухой, поэтому просто высевать семена в почву, это будет не совсем правильно. Значит, почву обязательно родочки необходимо пролить. И в то же время необходимо будет внести различные удобрения, потому что подкормки уже в августе месяце усваиваются растениями слабее, поэтому отдадим предпочтение минеральным удобрениям. Вносим удобрения, почву перекапываем, под посев культур перекапываем почву, потому что с весны почва уже уплотнилась, и будут не весьма благоприятные условия для развития наших холостных культур. Перекапываем почву, при этом заделывается удобрение, делаем родочки. Каждый родочек проливаем водой, обильно проливаем водой, и только потом производим посев нужных нам культур. Культуры заглушать не надо, потому что мы уже знаем схожесть семян, мы убедились, что как что всходит, поэтому с уверенностью высеваем культуры. Накрывать пленкой точно так же уже не на наши посевы, потому что создается очень высокая температура днем, и наши посевы могут просто-напросто сгореть. Просто высеяли, засыпали сухой почвой. Влага от пролитых родков будет подниматься к семенам, и они будут быстро сходить, обозначая нам наши родочки. Ну и дальнейший уход обычный, как за всеми культурами, рыхление между ради, прополки. Ну а подкормки осталось уже усваиваться слабее, поэтому подкормками мы сильно не увлекаемся, тем более есть еще тот простой нюанс, что эти культуры скороспелые и могут накапливать нитраты. Поэтому одной подкормки, даже той же зеленой бродилокой, для этих культур будет вполне достаточно. Что даст нам посевы в июле месяце? Значит, с того первичного, что я вам назвал, вы поймете, что и в сентябре, и в октябре на вашем столе будет масса различной зелени, корнеплодов, то есть ваш рацион будет очень разнообразным, и это будет все молоденькое, свеженькое, витаминное, прямо с градки, что очень полезно нашему здоровью. Чего вам и желаю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова